Зима опять возвратилась на нашу землю. Сегодня холодно, мороз. Я вспомнил слова Иисуса, горе же беременным и питающим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Вчера мы помогали женщине, которая беременна на последних месяцах. Она убежала из Киева от русского мира. Вы молитесь о беременных? Их очень много сейчас в Украине. Они в отчаянии, они не знают, что делать. Помогите таким людям. Другая семья нашла укрытие в нашем молитвенном доме. Они из Чернигово. Их дом сравняли с землей градами, разрушили место работы. Машина прошита осколками насквозь. Все это принес русский мир. Друзья мои, когда я говорю русский мир, я не имею в виду русских, россиян, которые тоже страдают от этого безумия. Когда я говорю русский мир, то я имею в виду идеологию, которая построена на коммунизме. Бесчеловечности, отсутствие сочувствия, тотальной лжи. В Библии написано, что горе тем, кто называют зло добром и добро злом, которые называют тьму светом и свет называют тьмой. Это грех. Русский мир – это геноцид украинского народа, это голод 1933 года, террор 1937 года. Все это русский мир. Он везде несет разрушения, убивает. Русский мир – это НКВД и КГБ. Путин – это исчадие русского мира. Русский мир воспитал поколения бесчувственных людей, которые не понимают, что такое милосердие, что такое сожаление, сочувствие, смирение. Русский мир не понимает, как это любить внучку с золотыми волосами и зелеными глазами. Русскому миру нужно покаяние. Нельзя оправдывать русский мир. Нужно покаяться. Нужно признать вину за миллионы безневинно замученных людей. И Бог даст покаяние. И Бог даст прощение. Русский мир не умеет сочувствовать. Он умеет злорадствовать, мстить. Я знаю, что это будут писать в комментариях под моим видео. Будут злорадствовать и мстить. Друзья, нам сегодня не это нужно. Беременные женщины и те, у которых разрушены дома, которые убегают от русского мира. Им нужно сочувствие. Им нужно милосердие. Если этого у вас нет, вы бедные люди. Если вы хотите этого, поспешите к Иисусу, пожалуйста. Он может изменить ваши сердца. Он может сделать вас сочувственными, милосердными. Он может сделать вас другими в это страшное время. Геноцида украинского народа. Он может сделать вас похожими на Иисуса. Поспешите к Нему поскорее. Убейте милосердые. Убейте милосердия. Пишите к Нему поскорее. Продолжение следует...